Техника. Уважаемые товарищи, на площади Победы легендарный танк Т-34 с красным знаменем Победы. Эта 34-ка участвовала в штурме города-крепости Кенигсберг. Экипажем танка было одержано 5 боевых побед, в том числе уничтожена фашистская самоходная установка Тиргенанд. За годы войны 1142 танкиста стали героями Советского Союза. Танки Т-34 находились на вооружении всю Великую Отечественную войну и не было лучшей боевой машины ни в одной армии мира. На площади Победы не пришло на танцы Т-15-50, как работа принадлежности легендарного танка Т-34-е годы войны Т-72. ГАЗ М1 Советский Николай автомобиль Сufenфер был известен за хозяином Союза. Производившийся сопоставительским автомобильным заводом С-36-го по Сausом года, «Филис» – армейский автомобиль повышенной в пропадемости времен Второй мировой войны. Красную армию «Филисы» массово поступали в锁 ГАЗ-ürlichс – с лета 2022 года и сразу начали себе применение как командирские автомобили и тягочи с народной фенометром противотанковых лужек, ГАЗ-67, советский военный полноприводный литровой автомобиль с открытым кузовом, широко использовался как штабной и разведывательный автомобиль. В М-13, знаменитая боевая машина реактивной артиллерии, местной под названием «Катюша», она принимала участие во всех значимых сражениях на Восточном Розе. Знаменательно, что этот петард уже был принят на вооружение Красной Армии на конуне войны 21 июня 1941 года. А в площадь Победы въезжает современная военная техника, успешно зарекомендовавшая себя в локальных конфликтах последних лет, в том числе в специальной военной операции. «Тигр-М» — российский многоцелевой армейский автомобиль-мнедорожник повышенной проходимости. За «Тигром» следует армейский автомобиль «КамАЗ-53-501» с бронированной капсулой. На площади Победы против транспортера ПТРМ-70А, новейшие вроде машины, развивают скорость куда до 90 км в час по шоссе и до 50 км в час по пересеченной местности. Успешно преодолевают плотные бригады и места заправки могут пройти до 600 км. Их задача — доставка фехоты на поле боя, ее поддержка огнем и штатного оружия. Мимо трибун проходят возимые минометы «Сани» калибр 120 мм. Минометы предназначены для поражения навесным огнем живой силы, расположенной открыто или находящейся в укрытии.